В эфире новости и о главном С начала года в Казахстане утонули 45 человек. 14 из них дети и подростки. Об этом на заседании правительства сообщил министр по чрезвычайным ситуациям. По словам Юрия Ильина, больше всего трагедии произошло в Октябрьской и Костанайской областях. Купальный сезон уже начался, но в некоторых регионах все еще не утвердили перечень разрешенных мест для купания. На некоторых водоемах в Карагандинской, Мангоставской, Павлодарской областях до сих пор не установили медицинские пункты и не определили участки для купания детей. Обеспокоены в МЧС и ростом случаев, когда дети, оставшись без присмотра родителей, тонут в каналах и арыках. С начала года в Туркестанской, Атераусской и Жамбульской областях зарегистрированы случаи гибели детей, утонувших, играя на берегу растительных систем. На данный момент в Туркестанской области ведется монтаж лестничных подъемов и тросов в каналах, которые позволят ухватиться и выбраться на берег те, которые оказались в водоеме. Необходимо ускорить установку данных приспособлений. Остальным регионам, имеющим обширные дренажные и радиационные системы, последует пример. Сильный ветер снес крышу пятиэтажного дома по улице Карамен-Деби в Балхаше, из-за чего два автомобиля остались под упавшей кровлей. Одного из водителей доставили в больницу, его обследовали, переломов нет, сообщают в Экимате города. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские, сотрудники коммунальных служб. Составлен акт, свидетельствующий о случившейся чрезвычайной ситуации. Крыша будет восстановлена, жилищная инспекция по городу осматривает другие дома и здания. Ситуация находится на личном контроле городского Акима. К 2030 году средняя годовая температура в Казахстане вырастет почти на 2, а к 2050 на 3 градуса. Из-за этого больше 50% существующих ледников могут растаять уже через 77 лет. Такие данные озвучили в ООН. О том, как изменение климата влияет на нашу страну и каким негативным последствиям это может привести, расскажет Анель Едель-Казан. Изменение климата наносит невосполнимый урон сельскохозяйственному сектору, водным ресурсам, пастбищам и лесам в нашей стране. Увеличивается число и масштабы стихийных бедствий. И негативные последствия, которые по прогнозам международных организаций должны были случиться через 50 лет, происходят уже сейчас, говорят эксперты. Происходы одновременные засухи, наводнения, волны жары и холода. Вот это все говорит о том, что мы нарушили те природные процессы, которые регулировали и поддерживали миллионы лет на нашей планете, поддерживали вот эту экологическую устойчивость. Десятки тысяч лет на планете средней температуры была плюс 15. Сегодня идет сбой этой системы, и она связана с обрушением вот этой устойчивости, обрушением климатической системы. Причем то, что прогнозировали наши ученые и международные организации, что будет это происходить через 50 лет, через 100 лет, происходит оно сейчас уже. То есть эти все процессы, наши прогнозы были ошибочны. Изменение климата имеет больше 30 негативных последствий в нашей стране, отмечают эксперты. К примеру, по оценкам ООН, к 2050 году урожайность пшеницы может снизиться в два раза. Многие отрасли экономики у нас зависят от погоды. Прежде всего, это сельское хозяйство. Вот такие аннуальные периоды высокой температуры, они способствуют проявлению ранневесенней, раннелетней засухи, которая может быть очень неблагоприятно сказаться на урожае зерновой культуры. Поскольку начало июня – это критический период, когда многие растения находятся в своих критических фазах. И если в этот период была засушливая погода, нехватка влаги, то даже если потом летом будут дожди и хорошие условия, все равно хорошего урожая они получатся получить. Климатические изменения также приводят к резкому сокращению водных ресурсов. Это, в свою очередь, может вызвать острый дефицит воды во всех восьми бассейнах страны. Эксперты отмечают, необходимо решать вопрос комплексно, вводить новые технологии и утверждать меры на законодательном уровне уже сейчас. В ряде государств объявили чрезвычайную ситуацию с экономией воды. В соседнем Узбекистане же в апреле этого года указом президента приняли постановление о рациональном использовании ресурсов. 30 апреля этого года была принята новая редакция Конституции Республики Узбекистан, где достаточно много внимания уделяется как раз вопросам, связанным с водой, с землей, с экологией. Вина отдельная статья, 49-я, так называемая экологическая статья, где прописаны многие положения, которые связаны с этим. И в другие статьи Конституции также прописаны требования рационального водопользования. К 2050 году в Казахстане ожидается повышение температуры на 2-3 градуса. Это приведет к сокращению периода выпадения осадков и увеличению длительной жары. Уже сейчас на большей части Казахстана столбики термометров превышают 30-35 градусов выше нуля. По прогнозам Казгидрометра, это лето будет жарким. Температура выше нормы на 1-2 градуса. Анель Едель Хазаруан Мунбаев и Еломан Мустафа. Хабар 24. В Сузакском районе Туркестанской области широко внедряют технологию капельного орошения. Из-за засушливого климата хозяйства были вынуждены поливать кормовую люцерну дождевой водой и довольствоваться разовым укусом в сезон. Благодаря новому методу удалось в разы увеличить посевы и урожай. Житель Сузакского района Талхат Сейдахметулы методом капельного орошения выращивает 40 гектаров кормовой люцерны. Раньше, после первого укоса, поля использовали как пастбище. Тогда собирали до 150 тюков с гектара. Теперь есть надежда, что урожайность возрастет минимум в два раза. Это очень высокоэффективное оборудование. Оно способствует высокой урожайности. Мы надеемся провести 2-3 укоса в сезон. Оборудование для капельного орошения стоимостью 52 миллиона тенге доставили из-за границы. В сумму входит подключение техники, обустройство бассейна и бурение колодца. Половину расходов компенсирует государство. Поливальные машины можно управлять через специальное мобильное приложение. В этом году на капельное орошение перевели 241 гектар земли. У нас засушливый регион. Нет проточных рыков в озер. Для полива используем воду из горных ручейков. Скапливаем их в специальных резервуарах. Поэтому данная технология очень хорошо для нас подходит. Тем более, что предусмотрены государственные субсидии. В Сузакском районе большинство аграриев изъявили желание внедрить метод капельного орошения. Его используют не только для выращивания сена, но и бахчевых культур. Специалисты отмечают, что этот способ введения земледелия способствует улучшению экологии и формированию продовольственного пояса в регионе. Сабина Балашкина, Жандос Жумабе, Куаныш Абуов, Хабар-24, Туркестанская область. Фермеры против сайгаков, говорят, степные антилопы буквально захватили местные степи. Только на западе Казахстана в прошлом году парнокопытные уничтожили почти миллион гектаров пастбищ. При этом популяция животных растет. Их численность по всей стране уже превысила 2 миллиона особей. Специалисты говорят, если не принять должных мер сейчас, то ситуация может выйти из-под контроля. Рауль Габитов разбирался в деталях. У Бейбата Даумова 200 гектаров земли. Он занимается выращиванием кормовых культур. Но в последнее время урожай небогатый. Не потому, что не хватает поливной воды или семян. Все дело в сайгаках. Их поголовье в этой местности выросло в несколько раз. Животные вытаптывают поля и уничтожают посевы. Отстреливать их запрещено, поэтому фермер обнес участок электроизгородью. Но степных антилоп это не остановило. Часть забора они снесли. В прошлом году, чтобы установить на 100 гектаров земли систему электропастух, я потратил больше миллиона тенге. Но сайгаков это не остановило. Половину изгороди сорвали. Она пришла в негодность. Планировал получить 15 центнеров урожая. Но собрал лишь 4 центнера. Большую часть вытоптали сайгаки. Если бы на ограждение давали субсидии, было бы хорошо. Потому что для нас это накладно и дорого. Бейбет Даумов не единственный, кто страдает от нашествия сайги. По всему Казахстану дикие травоядные вытоптали и съели сотни тысяч гектаров посевных площадей. Фермеры просят Министерство сельского хозяйства компенсировать ущерб. Но тут, по словам специалистов, не все так просто. Для начала нужно разработать специальный закон. А потом, с помощью снимков из космоса, еще и доказать, что пастбище уничтожено именно сайгаками. Я не могу сказать, что компенсация будет со стороны либо Министерства сельскохозяйственников, либо Министерства экологии. Это, скорее всего, со стороны правительства. Но это мы еще решим. Прежде всего, надо нам необходимую нормативную правовую базу создать. И для этого закрепить необходимые компетенции по разработке методик, как это будет делать. И этот вопрос мы сейчас детально с бизнесом обсуждаем. И придем до конца года, с учетом всех нормотворческих процессов, мы придем к какому-то решению, я надеюсь. В Министерстве сельского хозяйства предлагают бороться с причинами проблемы, чем с последствиями. Например, регулировать численность сайги. Ведь если 10 лет назад говорили о популяции всего в 20 тысяч и всячески старались сохранить и приумножить количество, то теперь ситуация кардинально поменялась. Сегодня поголовье степных антилоп достигает почти 2 миллионов особей. На 40% больше по сравнению с прошлым годом. Сайгака можно разумно использовать. Разумно использовать, это значит, какое-то количество добывать в природе и использовать для нужд населения, хозяйства и так далее. Вот это как с домашним скотом. То есть скота можно держать 10, баранок можно держать тысячу на той же территории, если корма позволяют. И тысячу содержать выгоднее, больше продукции. То же самое с сайгаками. При добыче мяса сайгака главное не увлечься, говорят экологи. Иначе популяцию можно снова довести до грани исчезновения. Поэтому если и заниматься подобным промыслом, то только при полной государственной монополии. А вот полностью разрешить охоту на сайгу ни в коем случае нельзя. У сайгака есть рога, которые имеют большую ценность в традиционной китайской медицине. Именно из-за рогов сайгака практически уничтожили. Если сейчас просто начать добычу сайгака, как вот любых других охотничьих видов, вот просто начать выдавать разрешение в охотхозяйство и так далее, не установив абсолютно жесткого контроля за использованием рогов, сайгака опять очень быстро, его опять загонят к уровню начала 2000-х годов. По словам эколога, времени на размышления нет. Действовать нужно здесь и сейчас, иначе уже в следующем году численность сайги может достичь трех миллионов особей. Проблему ученые и представители комитета лесного хозяйства обсуждают регулярно, но четкого плана по ее решению нет. Пока эксперты предлагают обеспечить степным антилопам водопои и свободную миграцию, и в случае набегов ограничиться отпугиванием. Рауль Габитов, Мирам Женес, Ханат Махмутов, Хабар, 24. Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в шести городах Казахстана. Речь идет о накоплении загрязняющих веществ в воздухе. По данным КАЗ Гидромет, предупреждение актуально для жителей Ускаменногорска, семей Ридера, Алматы, а также Астаны и Атырау. Синоптики рекомендуют по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс, а также ограничить тренировки на улице. Их желательно проводить в закрытых спортивных комплексах. Штормовое предупреждение из-за аномальной жары до 41 градуса объявили на востоке республики. От зноя горожане спасаются на берегах РТШ. К началу купального сезона в городе успели подготовить лишь три из пяти муниципальных пляжа. На одном из таких сейчас и находится наш корреспондент Вячеслав Петругин, он с нами на прямой связи. Слава, расскажите, какие меры безопасности на пляже созданы для спокойного отдыха горожан? Здравствуйте, Бульнара. Уже сейчас мы патрулируем русло РТШ вместе со спасателями, потому что ситуация в регионе складывается достаточно сложная. Сейчас на востоке Казахстана всего подготовлено лишь три муниципальных пляжа. Еще два стадии подготовки, потому что лето пришло неожиданно рано. Ну, я говорю конкретно о 40-градусной жаре. Именно в такую погоду люди буквально засыпали местные пляжи. Ну, я хочу сказать, что спасатели все-таки тоже определенную подготовку провели. Они обследовали дно акватории, установили буйки в зонах отдыха. Но мы видим, что не все соблюдают технику безопасности на воде. Вот, например, сейчас я попрошу оператора показать нам детей у берега. Вот они, смотрите, дети. Они без присмотра родителей на берегу РТШ. А здесь, между прочим, сильнейшее течение. И вот как раз-таки сейчас рядом со мной специалист департамента по чрезвычайным ситуациям Марина Листова. Марина, вот то, что вы сейчас увидели. Скажите, насколько часто такие факты все-таки повторяются? Эти факты постоянно повторятся. Каждое лето дети остаются без присмотра родителей. И, как вы видите, мы мониторим именно дикие, несанкционированные пляжи. Усиливаем здесь профилактику. Тем более до конца недели в регионе будет стоять сильная жара. Людям необходимо соблюдать мир и безопасность. И ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Вы сейчас видите реальный факт, как дети остались без родителей. Это очень опасно. Сейчас будем проводить разъяснительную работу. И напоминаем, что оборудованный пляж, это тот пляж, где есть спасатели, медики, установленные кульки. Соответственно, разъяснительные стенды с мерами безопасности. Просим население ни в коем случае не нарушать рекомендации спасателей. И вот, как мы видим, сейчас за нашими спинами движутся два катера спасателей. Я думаю, что они наверняка подойдут к детям и все-таки их эвакуируют с этого опасного берега. Я хочу добавить, что сегодня на востоке Казахстана 74 стихийных пляжа, где отдыхают по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих. И, наверное, такие факты не должны иметь места. И мне остается добавить, что аномальная жара на востоке и северо-казахстанской области, конечно, добавит работы спасателей. Плюс 46 также ожидаются на юге республики. Но я думаю, представителям Шимкента, Кызылорды и Дараза к таким температурам не привыкать. А вот восточно-казахстанцам и северо-казахстанцам, конечно, следует запастись терпением. Кульнара. Что ж, благодарю. С нами на связи был Вячеслав Итлугин. А мы продолжим. Продолжительная засуха привела к массовому оттоку населения на юге Ирака. Некогда полноводные реки региона превратились в болото, оставив местных рыбаков без средств к существованию. Людям приходится переселяться в соседние районы. По данным ООН, в сентябре прошлого года засуха заставила переселиться больше 60 тысяч человек по всему Ираку. Ожидается, что эта цифра будет расти. По информации властей страны, причиной засухи становится строительство плотин на реках, неэффективное управление водными ресурсами, а также изменение климата, которое привело к сокращению количества осадков. Столицу Чили окутал густой смог. Некоторым жителям из-за проблем с дыханием на улице пришлось носить маски. По данным Министерства здравоохранения страны, за последние несколько недель число обращений в больницы резко возросло. Особенно много среди них детей. Концентрация твердых частиц в воздухе достигла рекордного уровня, и медики опасаются вспышки сезонных респираторных заболеваний. Отмечу, что Сантьяго – это город с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в Южной Америке. Число жертв наводнения на Гаити достигло 42, передает Associated Press. Судьба 11 человек остается неизвестной. По данным Управления гражданской защиты, затоплено почти 14 тысяч домов. Эвакуированы целые семьи. 85 человек получили травмы. Также ущерб нанесен сельхозугодием. Больше всего от дождей пострадали столичный регион Порто-Прэнц и западные районы страны. Общая сумма ущерба оценивается. Местные власти сотрудничают с международными организациями, чтобы оказать помощь людям. Непростая ситуация и в Эквадоре. Там из-за продолжительных дождей несколько рек вышли из берегов. Только в городе Эсмеральдос эвакуированы почти 700 человек. Занятия были приостановлены в нескольких городах, где повреждены школы. О погибших не сообщается. Власти направили в регион сотни военных, чтобы помогать жителям. Всем пострадавшим будет оказана финансовая помощь. Грунт обвалился в котловане при возведении жилого комплекса в Алматы, из-за чего в аварийном состоянии оказались сразу несколько домов, находящихся в непосредственной близости от стройплощадки. Сегодня их владельцы опасаются за свою жизнь и не представляют, что делать дальше. Строительная компания, в свою очередь, пообещала полностью устранить аварийную ситуацию и компенсировать людям ущерб. Что делать с проблемой уплотняющей застройки? Репортаж Григория Беденко. Вечер 18 мая стал настоящим испытанием для жителей одноэтажных коттеджей по улице Газиза Жубанова. В этот день шел сильный дождь. И вдруг в котлован соседней стройки обвалился огромный пласт грунта. Причем ситуация сложилась настолько серьезная, что жизни людей в буквальном смысле оказались под угрозой. Следом могли обрушиться жилые помещения. На стенах практически сразу же образовались трещины. Перепуганные люди стали звонить в полицию и городскую службу спасения. Они приехали, честно посмотрел. И тут есть акты. И тут написано, во избежание человеческих жертв эвакуировать жильцов дома 19. Мы все знаем, что это значит. Эвакуировать значит тут небезопасно жить. А мы живем, куда нам идти больше. Это единственный дом, который мой покойный папа, тоже архитектор, строил. И мы просто в панике. Нам просто страшно. Микрорайон Нур-Ал-Атау расположен в верхней части Алматы. Фактически уже в горной местности. Появился он несколько лет назад. Домовладения здесь в основном одноэтажные. Район считается весьма престижным. И поэтому сегодня активно застраивается. Дом пострадавшей алматинки Алии Бутеевой расположен на вершине холма. По словам девушки, ранее здесь было очень красивое место. Много зелени, свежий воздух. Все изменилось, когда рядом появилась стройка. Одна из казахстанских компаний возводит здесь жилой комплекс. Причем на очень ограниченном участке. И вот, когда был вырыт котлован под подземный паркинг, обвал и произошел. Застройщик получил рекомендацию казница. Было обследование специалистами казница. В связи с чем казница дала рекомендацию. Рекомендация была разделена на три этапа. Первый этап – это обратная засыпка грунта. И второй этап – это у нас буронабивные сваями для усиления грунта. В настоящее время подрядчикам сделано первый этап, закончен, завершен работой. То есть грунт поднят до уровня соседнего участка земли. В настоящее время, как сообщил чиновник, строительство объекта приостановлено. Компанию привлекли к административной ответственности. При этом хозяева этой фирмы обещают все исправить и компенсировать пострадавшим людям ущерб. С первых дней мы контактируем с ними, контактируем с ними ежедневно. Мы готовы сейчас восстановить все благоустройство их, ограждение, капитально все это поставить, сделать благоустройство. То есть выплатить также морально-компенсационные выплаты. После того, как все работы завершат, специалисты должны обследовать пострадавшие домовладения. Однако будет ли здесь безопасно жить в дальнейшем – неизвестно. Этот случай очень наглядно показывает, к чему может привести так называемая уплотняющая застройка, о которой так много уже говорилось ранее. Для крупнейшего города Казахстана она стала настоящей проблемой. И во многих случаях речь идет даже не о эстетических или социальных ее аспектах, но уже о жизни и безопасности людей. Григорий Беденко, Мухит Кудыгбаев, Алматы, Хабар, 24. Коммунальный коллапс случился на курорте Жасыбаев по Владарской области. Нерасторопность чиновников привела к тому, что в живописной зоне не успели установить общественные туалеты. В итоге к приему туристов там оказались не готовы. Изменить ситуацию местные власти не могут до сих пор. Причиной послужила задержка конкурсных процедур. Как оказалось, в этом году Акимат Баянаульского района взял в доверительное управление у нацпарка территорию пляжной зоны. Открытие сезона назначили на 17 июня. Но установившаяся жара сорвала намеченные планы, и сотни отдыхающих устремились на берег озера. По районам Акимати извинились за причиненные неудобства. Тем временем только в минувшие выходные озеро Жасыбаев посетили больше полутора тысяч человек. Специалисты прогнозируют, что до конца сезона курорт посетят еще больше 200 тысяч отдыхающих. Ситуация сложилась из-за того, что между уровнями, когда передавали, передали только в начале мая, есть процедуры, которые имеют определенные закрепленные с собой сроки. И процедуру необходимо повторить несколько раз, допустим, чтобы не было победителей. Такого потом можно заключить с одного источника. Я пример вам привожу. Аналогичная ситуация и с нашим БНУ. В ближайшее время будут подключены санитарно-гигиенические узлы на Жасыбае. Это четыре санитарно-гигиенических узла. Ведется многоустройство киосков, душевых кабин, шезлонгов, мест отдыха для спорта и так далее. В Карагандинской области до конца года поставят на учет почти 2000 бездомных животных. По данным врачей, в регионе увеличилось число пострадавших от бродячих собак и кошек. Сейчас приступили к их отлову и стерилизации. Какой отличительный знак после этих процедур будет у четвероногих, узнавала Марина Золотарева. С начала года более 400 жителей области получили прививки от бешенства и столбняка. 140 человек из них дети. Эти болезненные инъекции претерпевают пациенты, которых укусили животные. К слову, в прошлом году за этот период пострадавших от собак и кошек было на 35 меньше. Чаще всего кусают бездомные животные. Собаки, кошки, либо дети к ним подходят, пытаются играть, либо люди пытаются их гладить, лечить, либо просто какая-то немотивированная агрессия со стороны животного. К нам обратилась девочка, она была укушена у себя во дворе, причем с интервалом в неделю, одна и та же бродячая собака. И уже второй укус уже более сильный был, и девочка даже была госпитализирована в детское отделение. 30 бездомных собак сегодня уже поставили на учет. Каргандинская ветеринарная станция отвечает за отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Эти процедуры позволят упорядочить численность бродячих собак и кошек. Ветеринарная станция совместно с защитниками и частными клиниками работает. Отлов проводится по обращениям жителей. На 2023 году 146 миллионов выделено по каргандинской области. Ресурсов хватает, у нас машина оборудована. Перед стерилизацией животные проходят трехдневную адаптацию в местных вольерах. Они должны привыкнуть к ветеринарным врачам. Операция проходит под общим наркозом. Еще 10 дней за животными наблюдают специалисты. Потом они получают вакцину от бешенства, а на ухо – сережку. И только тогда их отпускают на волю. Желтая бирка – опознавательный знак, что собака прошла все необходимые процедуры. Сейчас собак, которых забиркует, они все будут стоять на учете. Собака, которая укусила, если ее изловить, сразу номер бирки посмотрят, там же по номерам все идет. Там базу данных заходит, аха, все, ей все сделано. Можно уже не вакцинировать человека, получится. Против столбника обязательно будут делать, потому что животное питается, на слюнах земля, все это находится, вирус столбника может находиться. Напомню, в прошлом году Казахстан отказался от негуманной практики отстрела животных. Умерщвлять будут только неизлечимо больных и агрессивных. Остальных стерилизовать, вакцинировать и отпускать. Ранее предполагалось, что все эти процедуры будут проводиться в государственных приютах. Однако, по данным ветеринаров, строительные нормы для них до сих пор не утверждены, и появятся они не скоро. Поэтому пока в городах и районных центрах будут ставить пункты временного содержания. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Зарина Зулпыхар, Карганинская область, Хабар-24. В области Улытау на программу Жасл-Ели из местного бюджета выделили 63 миллиона тенге. Накануне в Жасказгане торжественно открыли первый трудовой сезон. Накануне для молодых сотрудников провели мастер-классы. Сотрудники ДЧС области показали, как вести себя во время пожаров и научили оказывать первую медицинскую помощь. Всего в регионе трудоустроили 500 человек, а в следующем году это число намерено увеличить вдвое. На работу приняли молодежь от 14 до 35 лет. Их зарплата и время работы варьируется от возраста. Подростки 14-16 лет работают всего 4 часа и получат 70 тысяч тенге. Молодежь постарше, те, кому 16-18 лет, на смене по 6 часов, а зарплата 80 тысяч. А с 18 лет трудится полноценное время. 8 часов, а зарплата 105 тысяч тенге. Надеемся, что эта программа научит молодежь беречь окружающую среду. Спектакль Роза Багланова назвали лучшим иностранным мюзиклом, а актриса Зарина Макина стала лучшей актрисой на международном фестивале «Фтегу». Он проходил в Южной Корее с 19 мая по 5 июня. В нем приняли участие театры Кореи, Великобритании, Франции, Германии и Казахстана. Театр из Астаны, созданный в 2016 году, является единственным театром мюзикла в Центральной Азии. На фестивале артисты представили постановку Розы Багланова. Как отметили в жюри, награда за лучшую женскую роль присуждена Зарине Макиной за солидное пение и актерское мастерство, благодаря которому люди сочувствовали тяжелой доле Розы Баглановой. Отметим, что Зарина также играла легендарную казахскую певицу в сериале «Боу-Боу», показанному по телеканалу Хабар. В кино я играла с 18 лет до 50 лет период, то есть там приходилось изучать ее и в 18, и в 30 лет, и в 40 лет, а во всех этих возрастах она была разная. А в театре мы взяли один период, период Великой Отечественной войны и более раскрыли вот в этом периоде Розу Багланову. Сейчас, как известно, Корея находится на третьем месте, потому что в этой стране есть мюзиклы со всего мира. Ни во Франции, ни в других странах, ни в Европе. Она становится сильной страной, с сильной динамикой в искусстве и музыке. Вот почему мы здесь. Очень хороший уровень, есть чему поучиться. Собственно, для этого и нужен фестиваль. Мы показываем себя, они показывают нам. Я надеюсь, что завтра мы в Казахстане используем то, чему научились у них. И к данному часу это вся информация. Всего доброго и до свидания.